Первая доска сдаётся! Не люблю играть, не видя доски. Игра в слепую — это скорее цирк, аттракцион. Зачем тогда играешь? Что мне нравится у вас, молодых, — это отсутствие сомнений. А знаешь, мне пора в университет. Ах, ну да. Я тебе очень благодарен, что ты пришла. Мне не игралось, но когда... когда ты вдруг появилась, игра пошла. Я с тобой говорю, как со своим старым другом. Не забывай ты, прежде всего, чиновник Министерства иностранных дел. Так вот, что скажет президент, когда узнает, что ты едешь в Москву пожимать руки большевикам? Я еду играть в шахматы, Бараке. В телеграме ничего не сказано насчёт большевиков. Но она подписана большевиком. Крыленко. Похоже, что президенту Мачадо больше не о чём беспокоиться. И всё-таки подумай, Хосе Рауль. Президент Мачадо сказал мне... Что он сказал? Ну, говори же. Ну, ты же знаешь президента. И случай с мельей... К делу, Бараке. Изволь. Так вот, он напоминает тебе о твоём дипломатическом статусе и о том, что подобные действия несовместимы со статусом министерского чиновника и с нашей политикой. Именно так он сказал. И потому я здесь. И я должен ответить. Я проигрываю редко. Так и скажи президенту. А что это за звук? Это пароход гудит? Я уже слышу его не первый день. Ничего удивительного. Мы на острове гудят пароходы. Те, что с красными флагами. А ты не можешь без комментариев. Не могу, не могу. Комментировать это моя профессия. Хотя, конечно, такой пароход могут и не пустить в порт. В порт Карденас, например. Например. Ведь туда и не пустили русских. Так вы считаете, что дым советского парохода заражает наш воздух? Ну, зачем так уж всё уточнять? И потом о пароходах первым заговорил Капа, а не я. Нет. Всё-таки я. Кажется, я единственный из вас, кто был в России. До революции. Это существенно. Вот именно. После истории с Мачадой, нашим героем Мельей, думаю, не найдутся охотники возиться с русскими. А русские это теперь советские. Предлагаю тост. Наконец-то. Вот тост за нашу шахматную машину. Ха-ха-ха. Предлагаю тост за нашего дорогого соотечественника Хосе Раули Капабланку, чемпиона мира 1921 года. Он отказался от предложенного ему американского гражданства и заявил, что все его успехи принадлежат родине. Мы здесь обычно только приближались к выигрышу, а выигрывали другие. А вот Капабланка Капабланк убедил нас, что мы, кубинцы, тоже сильны и можем рассчитывать на свои силы. Если нужно, пойдем на риск. Но добьемся успеха. За вас. Уверяю тебя, они самые настоящие красные. Да брось ты, они хорошие ребята. Тебе везде мерещится, Крамова. Это не мне мерещится, это так и есть. Ты удивляешь меня. Ну что такого случилось? Если Мелия не может пожать руку, кому он хочет, в какой стране мы тогда живем? Ты знаешь, Мачадо в бешенстве. Ладно, ладно. У каждого свои витринные мельницы. Ха-ха, ты опять ошибаешься. Вряд ли. Если уж говорить о Дон Кихоте и о мельницах, не нужно забывать и о Санчо Панса. Хотя ему-то пришлось хуже всех. А знаешь, косе Рауль, я вообще не думал о Санчо. Постойте, о чем вы? Я тоже, Мануэль. Но Дон Кихот, он, по крайней мере, верил, что борется с великанами. А вот Санчо, Санчо это мы. Да ты что? Мне казалось, что Санчо просто трус. Кто знает, как бы поступили мы на его месте. Что это с ним? Ему так ударила в голову эта водичка? Самая удобная позиция, мой дорогой, не понимать, о чем идет речь. Ну, тебе-то, положим, всегда все ясно. У тебя клетки черные и белые. Как научился играть в четыре года, так и играет. В общем, я пошел дописывать статью в завтрашний номер. Я тебя провожу. Конечно. Идем, Дон Санчо. До свидания, Дользинея. Какой чудесный, необыкновенный день. А ты говорил, что о тебе все забыли. Ты и сейчас так еще думаешь? Я мало о себе думаю. А кто этот Хавьер? Он поэт. Но я сама с ним познакомилась только за этим столом. Других я знала раньше. Так все-таки ты едешь в Москву. Да или нет? Конечно, ты поедешь. Я же вижу, ты для себя уже все решил. Потому что ты король. А что для короля Мачадо? Какую-то Мачадо. Никого не под силу победить великого Ираклиса. Ну, то следующий, а? Ведь я ему говорил, с кем ты садишься играть. А, вот. Я же говорил. А, они же обголечья у них повезло. Ну, что они? Вот и надо уметь играть. Если не умеешь играть, то не садись в шахматы играть. Не верю, да? Не верю. Эй, молодой человек. Хотите, наверное, испытать свое счастье? Прошу. У нас здесь ставки небольшие. Даешь? А, о. Хорошо. Хорошо. Я вам дам фору коня. Остальные замолкли. Никуда он не будет. За сюда. Опа! Эх, вот так надо брать было. Да нет, нет. Не слоном, а королевым. 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 Это что это? Мат. Мат! Мат! Кто следующий? А вы не согласились бы на реванш? Давай. Вы мне дали фору, теперь я вам. Фору мне? Он сумасшедший. Ну да, в прошлый раз вы не думали об одной фигуре, а теперь я позволю себе не думать о двух. О двух? Хорошо. Хорошо. И ставка удваивается. Давай. Поживей. Ну все. Это все. Тихо. Тихо. Ребята, смотрим. Интересно. Так. Куда ты не взялся? Я взялся. А я так. Как я ее? Тихо. Не мешайте. Эй, эй, эй. Не мешайте. Ну что ж, ничья. Не возражаю. Синьорка Павланко, разрешите? Я не помешаю. Нисколько. Вы прекрасно играли. Это старая русская песня. Прошу вас, садитесь. Не знаю, удобно ли. Прошу вас, пожалуйста. Вы русский, мы можем поговорить о России, я там бывал. Прошу. Благодарю вас. Что-нибудь закажете? Нет, спасибо. В Санкт-Петербурге я был в 14-м году. Участвовал в большом турнире. Я помню, в газетах писали. Я был тогда подростком. Меня зовут Андрей. Андрей Мажаев. Бывший москвич. Вот как. Как смотрит на вас эта женщина? Это Сельвина. Мое счастье, мое горе. Из-за меня нанялась на корабль, и вот уже год плаваем вместе. Петербург. Прекрасное было время. Теперь там все по-другому. Говорят. Я покинул Россию в 20-м году. Почему? Не знаю. Сон какой-то на вождении. Как музыканты меня ценили. Сестра готовилась поступать в большой. Родители умерли. Я был на гастролях в Крыму. Началось отступление. Паника. Все бегут. Я тоже. Сел на корабль. История, в общем, обыкновенная. Чем я могу помочь? Одна просьба. Саша, сестра моя, она в Москве, танцует в большом. Вы могли бы позвонить по приезде. Ну и сказать ей, что видели меня. Все в порядке. Слишком не огорчайте. Вот ее телефон. Скажите ей, что я еду в Берлин хлопотать о возвращении. Пусть не волнуется. Я пошлю ей телеграмму, чтобы звонок ваш не был неожиданностью. Мальчик против Толбенхауза. Капабланка против чемпиона Франции. Шах и мат, шах и мат, шах и мат. Сеньорка Бабланка. Сеньорка Бабланка. Благодарю. Сегодня мы приплываем. Я хотела поговорить с вами об Андрее. Он говорил вам, что хочет вернуться на родину. Я так боюсь за него. Если он вернется, что его там ждет? А вы не едете? Он не хочет. Не хочет меня брать с собой. Может, вы его сумеете как-нибудь убедить? Убедить в чем? Не возвращаться в Россию. Я так боюсь за него.